Прежде чем рассказать о том, что происходит сейчас в экотехнопарке, хотелось бы вспомнить, что было полтора месяца назад. А полтора месяца назад компания Skyway только получила землю под строительство экотехнопарка. Сразу же были проведены инженерные изыскания, в которые входили инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы по подготовке участка к строительству. То, что месяц назад было, мы вышли на субботник, чтобы начать очистку территории от кустарника, от деревьев. Также была подготовлена территория для установки уникального ограждения, ведь практически каждый элемент экотехнопарка – это инженерное решение будущего, которое никогда и нигде до этого не создавалось. А что было две недели назад? Мы поставили первую стойку струнного ограждения и заложили капсулу времени. Это событие не могли пропустить инвесторы компании Skyway, которые приехали на полигон и лично приняли участие в знаковом мероприятии. И даже внесли свой вклад в начало строительства. А вот что сейчас происходит у нас в экотехнопарке. Мы начали расчистить ту площадки, где будет анкерная опора, станция, куда стартует первая линия Skyway. Это будет городская трасса, она пройдет в том направлении, километра 200 метров. Сейчас, строго по графику, мы видим, как идет строительство анкерной опоры. Ее длина составит 48 метров, ширина 12 метров. Высота железобетонной конструкции достигнет 10 метров. Суббина закладки фундамента 3 метра. Поэтому это где-то половина глубины. Здесь еще продольные балки, это будут траншеи вырыты, поставлена палка, арматура, а потом будет обетонировано. И фундамент уйдет еще дальше, это не вся длина фундамента, а чуть будет длине. Над фундаментом будет плита Беларусь, на ней будет нулевой километр. И это вот с той стороны, а трасса идет вот сюда. Параллельно со строительством анкерной опоры практически завершены работы по очистке территории от кустарников и деревьев. Трудно даже представить, что совсем недавно участок выглядел так. О том, что в экотехнопарке слово «эко» на первом месте Анатолий Эдуардович не забыл. Ну, как мы и ранее обещали, мы растительный грунт, почву не выбрасываем, не сдвигаем в сторону. И потом это будет основой для гумуса, в том числе растительность, которая будет вырвана. Деревья, кустарники, они тоже пойдут переработать. И с него будет получен гумус. И сейчас поэтому это все будет соскодировано. Видите, сейчас выводит на сквозь. Строительство с каждым днем набирает обороты. С каждым новым этапом, шаг за шагом, мы приближаемся к своей цели. Созданию действующего экотехнопарка. Добрый день, друзья. Так, как видно, как слышно. Так, чуть потише. Так, так лучше? Ну что, друзья, начался учебный год. Вчера я, соответственно, отправил своих детей, смотря в какой класс. Вот, так что, с чем я вас всех тоже поздравляю. Вот, у меня в третий класс шла дочка, так что все замечательно. Вот, для нас, соответственно, учебный год и начало, скажем так, нового процесса, нового этапа. Поэтому, друзья, я вас поздравляю с днем знаний, который вчера отвечался. А мы к этому имеем все эти самые непосредственные отношения, потому что мы стоим на острие знаний, на острие науки, на острие именно применения научной новизны. Мы делаем это с вами своими руками. И здесь уже, я могу сказать, без всяких, ну, там, скажем, преамбул или без всяких сравнений, без всяких... Причем, это самое, что мы с Лешей Суходоевым сами месили бетон, сами закладывали, сами делали. То есть мы непосредственно участие принимали в начале строительства. Вот, и, соответственно, действительно, мы все с вами создаем то будущее, которое повлияет на каждого живущего в стране, в городе, на земле и так далее. Это, друзья, не может не радовать. Поэтому почему было такое настроение при этих работах, которые велись? Потому что, друзья, это результат нашей совместной работы. Когда видишь, что ты причастен к тому, что работает мощнейшее конструкторское бюро, которое дает сложнейшую документацию, когда создается сложнейшее оборудование и начинается уже работа в поле, и мы, друзья, только благодаря нам с вами все это сделано, никому другому, а именно только вместе нам с вами. Если бы мы, и мы очень редко применяем слово «если» к будущему, но к прошлому, если оно нормальная составляющая, нормальный подход. То есть если бы мы с вами не собрались, не создали компанию, не создали систему инвестпроводящую, не создали механизм, который обеспечивает работу конструкторского бюро, то, друзья, ничего бы не было. Но, слава богу, это реализовано, это сделано, и теперь мы движемся дальше, и темпы, я могу сказать, только будут увеличиваться, и мы, соответственно, с вами теперь будем постоянно видеть эти новости, мы будем постоянно видеть результаты нашей работы, и это, друзья, конечно, не может не радовать. Но это, друзья, вот у нас 7 человек здесь, новичков проголосовало, вот, из 91, из 166 присутствующих, я думаю, тут еще кто-то есть новый, поэтому, друзья, вникайте, делайте наши вебинары, которые мы ведем с Алексеем Суходоевым по средам в 13 и в 20 часов, они не для новичков, это для тех, кто в проекте и в программе довольно-таки давно, но и наша задача обсудить последние новости, обсудить стратегию задачи и, соответственно, ориентироваться, как двигаться дальше. Вы, кто попали сюда первый раз, то есть по ссылкам или по приглашениям, смотрите, друзья, изучайте, смотрите расписание еще вебинаров, которые ведутся именно с точки зрения презентации. Ну, а, как у нас традиционно, мы вас поздравляем с приходом, с вступлением в клуб и, скажем так, в семью Skyway, потому что то, что мы делаем, это очень важное, очень необычное и очень значимое дело, потому что мы, друзья, своими руками фактически творим будущее, творим историю. И на сегодняшнем, вот, перед тем роликом, который шел по закладке, были последние новости, которые идут по котловану, то есть сегодня закончена работа по котловану, и на следующей неделе начинается уже заливка бетона, начинается установка именно платформ, которые будут нести анкерные опоры, и анкерную опору первую, а где-то 20-го числа, 20-го, 22-го, у нас будет опять большая делегация в Минск, в Марину Горку, на именно строительную площадку, где будет начало монтажа первой опоры. И как раз семинар и форум, который мы будем проводить 22-го, 23-го, 25-го октября в Москве, соответственно, мы будем уже показывать, и на нем будет принимать участие Анатолий Дуарович Юницкий, и еще сотрудники и конструкторского бюро, и компании Skyway. Соответственно, это уже будет идти на фоне ведущихся уже не просто строительных работ, которые сегодня были на площадке, а уже именно монтажа первой анкерной опоры. Поэтому, друзья, это, конечно, значимо важное событие. И почему, вот я всегда это повторяю, и, наверное, друзья, ну, я прошу за это прощения, но так как я, никто этого не чувствует, потому что я принимал участие, я прошел весь полигон, который строился в Озерах 15 лет назад, от начала и до конца. Я видел от принятия решений, когда Александр Иванович Лебедь принял решение профинансировать первые работы по созданию технологии, и до того, как был запущен ЗИЛ, когда была введена совместная коллегия Минтранса и МПСа, на которой была показана, презентована технология, и когда очень серьезные инженеры, ученые, актемики аплодировали Юницкому стою, потому что он показал действительно новый концепт движения, новый концепт транспорта, новый концепт именно второго уровня системы, которая решает очень много проблем. Соответственно, прошло 15 лет, за это прошло очень много событий, начиная президенту России, медиуму этой технологии, потом произошло уничтожение полигона, то, что сделало благодаря Александру Ивановичу Лебедеву. Соответственно, опять работа с нуля, фактически заново сформировано конструкторское бюро, заново начата работа, заново выбран полигон, все заново, но на новом принципе, то есть принцип краудинвестинга, принцип 150, то есть у нас сегодня, друзья, уже 150 тысяч, а уже подходит к 160 тысяч, что участникам проекта тот, кто проявил интересы, тот, кто инвестировал там хоть и небольшие деньги, но для того, чтобы поддержать и участвовать в проекте. Поэтому, друзья, на новом этапе, и я два года, вот мы фактически вели и рассказывали о том, что мы готовим, мы создаем бюро, мы создаем конструкторскую документацию. Юницкий создал несколько подразделений, которые вы видели уже, и в свободноэкономической зоне Могилев, это зал Юнибус, и конструкторское бюро, и струнные технологии конструкторское, это уже не конструкторское бюро, это уже научно-производственное объединение, это уже такой научный центр, который создает, делает, продвигает движение. И сегодня, друзья, когда я опять участвовал в закладке, мешал бетон, над нами летал вот этот вертолет, который все это снимал, тоже, друзья, это все очень интересно и забавно, ну, так сказать, это вдохновляло и воодушевляло. Так вот, друзья, сегодня мы будем видеть там каждую неделю, каждый месяц продвижение проекта, развитие, и, соответственно, в сентябре следующего года будут первые демонстрации, первые испытания, соответственно, начнется сертификация, это мы уже с вами увидим реально результаты нашей совместной работы. И, конечно, тут есть несколько аспектов, которые тоже сейчас хотел осветить, это взаимоотношения, то есть вы, наверное, многие из вас слышали, что произошло, ну, там, у Юницкого, у команды, которая была, особенно раньше, которая работала по Австралии, которая работала здесь, в Санкт-Петербурге, вот, до сих пор идут такие инстинуации, особенно в интернете, в прессе, о том, что Юницкий не автор технологий, о том, что есть еще разные разработчики, там звучат такие фамилии, как Виктор Узлов, там, Игорь Дубатовка, я почему сейчас об этом вынужден говорить, потому что очень много опять обращений идет, активность, идет так вот, друзья, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что рассудит, пускай кто хочет претендует на авторство, пускай кто хочет говорит о технологиях и скептики, и сторонники, всех рассудит только строительная площадка, и всех рассудит только полигон. Соответственно, сегодня, когда Юницкий работает в поле, когда сам вкапывает опоры, когда идет реально работа, тяжелая техника, заливается опоры, и сейчас начинается монтаж, друзья, это ответ всем скептикам, это ответ всем завистникам, это ответ всем, кто говорит, что технология чья-то, друзья, я говорю, покажите хоть что-нибудь. Вот те деятели, которых я называл, у нас 4 года назад там произошли отделенные события, когда они просто Юницкого выгнали из компании и присвоили себе технологию, и до сих пор утверждают, что они авторы технологии. Так вот, друзья, покажите хоть что-нибудь, что вы сделали за эти 4 года, покажите что-нибудь. Нечего, друзья, показать, кроме слов, кроме бла-бла-бла, кроме зависти и ненависти нет ничего. А у нас, друзья, есть что показать, и мы это показываем, делаем, не скрываем, и эта работа идет. И она, еще раз скажу, только благодаря тому, что сегодня у Юницкого 150 тысяч союзников, 150 тысяч людей, которые хотят это реализовывать, которые это поддерживают и запускают, и, соответственно, этому есть результат. И этот результат мы будем видеть каждый месяц. И, друзья, можете не сомневаться, потому что, я говорю, на моих глазах, я это говорю как свидетель, который участвовал 15 лет назад в строительстве первого полигона, когда от начала принятия решений, требуя начала финансирования, до запуска технологии, когда была продемонстрирована, прошло 9 месяцев. Сегодня чуть больше срок, потому что идет не демонстрация стенд, не научная работа, а идет уже готовая технология, которая сразу пойдет уже к потребителю, поэтому и подготовительный срок был чуть больше, и строительство будет чуть больше года, это к следующему году, сентябрь, октябрь. Но, друзья, на всех этих этапах мы это будем видеть, делать. И сейчас, друзья, я могу сказать, что мы, Алексей, еще очень многие, кто работает с инвесторами, кто работает уже с крупными инвесторами, я могу сказать, что сейчас идет переломный момент, когда очень многие начинают включаться, которые там либо купили раньше небольшой пакет, чтобы просто смотреть, либо просто ждали, до какой этапа мы дойдем. Сегодня очень многие включаются в проекты, особенно в адресные проекты, которые готовы поддерживать, лоббировать, помогать, финансировать именно уже проекты, потому что видят конкретику, видят реальность и, самое главное, видят результаты работы, которые мы с вами создали. Поэтому, друзья, я могу сказать, что та неимоверно сложная работа, которая была проделана всей Юницким прежде всего, его ближайшим окружением, которые принимали участие в запуске этого проекта, потом той команды, которая сформировалась, Skyway Invest Group, Skyway Capital, еще ряд компаний, которые сегодня поддерживают и продвигают, инвестируют в проект, соответственно, командой директоров, которые сегодня, тоже я могу сказать про каждого, с кем мы сегодня работаем, это уникальные люди, уникальные ребята, которые сегодня, вот, те направления новые, которые сейчас зарождаются, то есть система работает как горизонт планирования, то есть мы ставили одну цель, подошли, соответственно, сегодня открываются новые горизонты, и мы сейчас уже с вами обсуждаем и рассказываем, что вот мы сегодня там, вот, с группой директоров, в которую входит Алексей Суходоев, Арман, Ольга Шантина, еще ряд, мы сейчас формируем направление, которое сопутствующе помогает сегодня и диверсифицирует инвестиции в Skyway именно с точки зрения входа, с точки зрения понимания, и мы запускаем сегодня целую сеть адресных проектов, которые являются, скажем так, облегченной версией Skyway, то есть это легкий транспорт, который там вместимостью всего 1-2-3 человека, но это целая огромная ниша, которая сегодня востребована в современных городах, и мы сегодня уже выходим на ряд таких довольно-таки крупных проектов в таких городах, как Лондон, Москва, Санкт-Петербург, сейчас идет обсуждение, и я думаю, что в ближайшее время Алексей с Арманом поедут и к мэру Парижа, и к мэру Амстердама, и еще ряд, то есть у нас есть очень серьезные партнеры, которые нас презентуют, выводят на ассоциации мэров крупных европейских городов, и вот как раз буквально в ноябре Алексей с Арманом готовятся к докладу для того, чтобы показать именно концепцию транспорта второго уровня, именно показать технологию Skyway и начать проработку проектов, которые будут реализованы. Все это, друзья, стало возможным только и благодаря тому, что мы с вами делали, и что сегодня делается в Марьиной Горке. Если бы этой работы не было, все, о чем мы говорили, это было бы утопия, это были бы иллюзия, это были бы прожекты. Сегодня так сказать нельзя, потому что на все разговоры мы отвечаем, друзья, идет строительство. Месяц, два, три по графику мы будем показывать, что будет происходить, что будет делаться, и, соответственно, аргументировать и возражать этому невозможно. Так же, как вот горе деятели вот этих вот струнных технологий, которые претендуют на авторство и несколько лет уже ведут в том числе и судебную тяжбу с Юницким, претендуя на то, что они авторы этой технологии, хотя это абсолютный бред и абсолютное вранье, я могу четко это сказать, потому что я был свидетель всех событий, и появился Игорь Дуботовка, и Виктор Узлов, и еще очень много людей, которые стали подключаться к этому проекту, а теперь почему-то претендуют в том числе и на авторство. Здесь, друзья, надо быть честным, если вы продвигаете струнные технологии, так так и говорите, мы продвигаем технологии, автор-разработчик, который Юницкий, мы сегодня с ним не работаем, мы работаем отдельно, но мы делаем то-то, то-то. Это будет честно, и самое главное, никто ведь не запрещает этого делать. Ради Бога, если вы делаете, привлекаете инженеров и создаете свое направление, никто же в этом не говорит, но давайте все-таки историческую правду не искажать, а это сегодня любят делать очень многие, соответственно, и это относительно не только нашего проекта, а вообще истории в целом. Поэтому здесь можно сказать, что, еще раз повторюсь, что полигон и строительная площадка всех рассудят. И пока я вижу строительную площадку одну, которую ведет ЗАО «Струнные технологии», которую финансирует сегодня в основном Skyway Invest Group, то есть именно инвестпроводящая система, которая доводит информацию о проекте, показывает перспективы этого проекта, организует соответственно инвестпроводящую систему, и благодаря которой сегодня вся эта система и работает, и строится, и готовится уже к демонстрации, к сертификации. Поэтому, друзья, здесь мы очень много теперь на вебинарах будем об этом говорить и показывать, комментировать, потому что это сегодня самое главное, это сегодня самое важное, и ради этого, друзья, мы все собрались, работаем, и я могу сказать, что очень многие барьеры, которые были перед людьми, потому что очень много сталкиваемся с тем, что люди говорят, я верю в проект, мне это нравится, но надо мной смеются родственники, надо мной смеются ближайшие мои друзья, потому что считают, что это утопия. Друзья, я по себе могу сказать, что когда я в 2000 году стал делать первые презентации и рассказы о том, что основой экономики России будет экспорт пищевого льда и холода, я могу сказать, некоторые мои друзья считали, что у меня ненормально с головой, что я реально там начитался или наслушался чего-то, так сказать, ненормально. Хотя была история, я на одних вебинарах рассказывал, что благодаря презентации, и я Шойгу рассказал и показал перспективы Евразийского союза, и что это будет в основном на пищевом льде, на холоде и на воде, вот благодаря этому он помог мне, ну там, он был тогда вице-премьер, и помог мне стать одним из самых молодых заместителей министра регионального министерства, правда, которое через неделю было ликвидировано. Но это отдельная история, я ее рассказывал, и сегодня не буду об этом повторяться. А сегодня, почему сегодня об этом важно говорить? Потому что ту концепцию, ту стратегию, которую мы сегодня пишем с Алексеем для определенных там партий, структур, еще очень важных, скажем так, персон в этой стране, мы показываем, что Skyway, транспорт второго уровня, транснет и новая индустрия, которая будет на применении инновационных транспортных технологий, позволят, первое, создать новую экономику и занять достойное место в экономическом плане, и второе, то, что даст стимулы для развития страны в целом, и в основе этого лежат Skyway, струнные технологии, транснет, как сеть второго уровня, второго поколения, которая идет за интернетом, и что основной ВВП, который будет генериться и делаться, это пищевой лед, это энергетика на холоде, которая сегодня есть, и это освоение новых территорий, новых месторождений. И сегодня, друзья, это ни у кого уже не вызывает смеха, ни у кого не вызывает сомнений, это сегодня становится очевидным. Опять же, становится очевидным только потому, потому что идет строительство, потому что мы с вами работаем, мы с вами привлекаем инвестиции, мы с вами занимаемся проектным финансированием, то есть финансируем именно те проекты, о которых заранее говорим и делаем, и финансируем те договора, которые заключаются именно для строительства в Марьиной горке. Соответственно, эта вся работа идет, и разорвать ее сегодня, и отойти одно от другого невозможно. Поэтому, друзья, я могу сказать, что кто не то, что сомневался, а кому необходима аргументация о том, что строительство идет, что технология воплощается, что это сегодня востребовано, друзья, вся доказательная база для этого есть, поэтому показывайте, рассказывайте, нисколько не стесняйтесь, потому что еще раз, чтобы было понятно, мы с вами делаем абсолютно нужное, полезное дело для всех, для 99% тех, кто живет в стране, в мире, и это то, что сегодня крайне необходимо нашей цивилизации. Мы, друзья, это создаем вопреки, вопреки завистникам, вопреки конкурентам, вопреки скептикам, которые говорят, что мы этого не сделаем, или это не будет сделано никогда, или это никогда не будет сделано в России. То есть мы это с вами делаем, и, как вы видите, нам есть что показать, и есть чем отчитаться, и, соответственно, я лично очень, скажем так, доволен, я бы даже сказал, горд, в том, что я принимаю в этом участие, и мне нечего скрывать, нечего бояться, нечего стесняться о том, что мы делаем, или о том, что я говорю. Соответственно, сегодня, когда мы уже реализуем, и все мы можем, каждый из вас может принять участие в строительстве, в посадке деревьев, в установке каждых опор, то есть эта система у нас работает, и вы, наши промоушены, видели, что мы приглашаем людей, которые могут на определенных условиях участвовать. Мы приглашаем постоянно людей в конструкторское бюро, мы организуем сегодня эти встречи, организуем работу для крупных инвесторов, то есть у нас готовится сейчас целый цикл таких мини-конференций в Минске, когда люди, соответственно, которые готовы инвестировать крупные суммы, для того, чтобы первым сделать этот шаг, хотят познакомиться с Юницким, познакомиться с конструкторским бюро, познакомиться непосредственно с площадкой, и после этого принять решение об инвестиции. Вот для такого рода инвесторов мы готовим целый цикл, соответственно, таких мини-конференций, для того, чтобы люди, прежде чем сделать такой шаг, еще раз оговорюсь, это только для тех, кто готов делать существенные инвестиции. Соответственно, крупного уровня. Для всех остальных мы проводим вебинары, соответственно, получаете информацию. Соответственно, мы проводим конференции и региональные конференции, и вот большой московский форум, как научно-практическую конференцию, где будут участвовать все структуры, работающие в проекте Skyway и конструкторское бюро, и Global Transport Investment, и, соответственно, Skyway Investment и Skyway Capital. То есть, это все структуры, которые сегодня направлены на реализацию этого проекта. Ну вот, друзья, это короткое, скажем так, то, что сегодня, к чему мы подошли. Это начало нового этапа, это сентябрь, это отчетный, начало отчетного года, скажем так, в октябре. И знаменательный момент в том, что это будет уже два года, как работает сам проект Skyway, потому что Skyway, Евразия, Rail Skyway компания была зарегистрирована 16 октября 2013 года. Соответственно, фонд Skyway Invest Group начал свою работу с 1 октября прошлого года. Соответственно, сегодня мы подводим на форуме, будем подводить итог двухлетней работы компании самого проекта на новых условиях краудинвестинга. Мы будем подводить итог работы Skyway Invest Group, именно как специализированного фонда прямых инвестиций в технологию Skyway, который работает на принципе краудинвестинга. И мы уже многим можем показать и отчитаться, каким образом собрать 150, а к форуму мы абсолютно уверенно перейдем уже за 200 тысяч человек. Соответственно, это работа тоже, которая, ну скажем так, заслуживает уважения. И третий момент, мы вам покажем адресные проекты, которые сегодня уже запущены, которые также сегодня выходят на принцип краудинвестинга, то есть народного финансирования. И третий момент, что сегодня уже очень много крупных инвесторов, которые готовы подключаться именно к финансированию адресных проектов и к финансированию самой головной технологии. Соответственно, сегодня по стратегии, которую мы сегодня строим, делаем, что мы рассчитываем, что к середине следующего года, то есть 2016 года, что основное финансирование будет идти за счет инвесторов и за счет заказчиков, которые будут приходить в конкретные адресные проекты. И вполне вероятно, то есть мы несколько раз обозначали сроки, когда, скорее всего, будет заканчиваться венчурная стадия краудинвестинга, то есть когда вход будет закрыт. Так вот, сначала мы предполагали, что это сентябрь-октябрь следующего года, а сегодня не исключено, что это будет еще раньше, то есть где-то июль следующего года, когда следующие начнут работать адресные проекты по непосредственно городам, и финансирования этих проектов вполне достаточно, чтобы финансировать корневую технологию. Соответственно, для всех, для нас это будет означать, что тот капитал, которым мы будем обладать на тот момент в виде акций, соответственно, он сразу же как минимум выходит в номинал. То есть это капитализация наших с вами вложений, это, соответственно, премии, которые мы с вами рассчитывали, и премии, на которые мы с вами сегодня претендуем, ну и самое главное, это старт и активное развитие, дальнейшее развитие всего проекта в целом. Вот, поэтому это тоже немаловажно, и это надо всегда помнить. Теперь, друзья, я буквально, так как у нас технико-экономические вебинары, то я, конечно, не могу сегодня не сказать пару слов о том, что сегодня происходит во внешней среде, за пределами нашего экономического ковчега, нашего ковчега Skyway. Вот, то есть, друзья, вы, наверное, обратили внимание, на прошлой неделе мы приглашали Игоря Романенко, это наш финансовый директор Skyway Invest Group, это блестящий финансист, молодой парень, но он именно как финансист, как аналитик, обладает очень интересными знаниями, очень интересной практикой работы, и он как раз с точки зрения финансиста показал, что происходит на рынках, как колеблются курсы, какие сегодня идут тренды и так далее. И вот буквально после его выступления, тот, кто следил за финансовыми рынками, произошел резкий скачок цены на нефть, сначала она взлетела, потом она сегодня, вот уже 48, она уже опять упала. Соответственно, друзья, чтобы вы понимали, это все идет только на фоне того, что сегодня основной тренд на мировом рынке идет, это падение цен на нефть, очень многими факторами это обусловлено, и как раз вот это медвежье, как языком Игоря Романенко говорит, то есть финансистов, что вот эта медвежья тенденция, то есть на понижение, при этом постоянно идут скачки вверх-вниз, потому что именно на таких скачках и зарабатывают основные спекулянты, которые работают на нефти, которые работают на, именно цены на нефть, на фьючерсных контрактов, которые работают на рынке Форекс, то есть на скачке курса валют. Соответственно, вот сегодня для них золотое время, они, друзья, сегодня зарабатывают большие деньги, а чем это чревато для нас? То есть мы сегодня видим, доллар уже перешел за 66-67 рублей за доллар, евро уже давно сидит за пределами 70 и собирается уже идти к 80, вот, и уже как-то даже переходило за 80. Для нас, друзья, это означает резкое ухудшение уровня жизни, резкое дорожание того, все, что связано с импортом, вот, соответственно, это очень серьезная большая инфляция, и в конце концов это обнищание большинства людей, которые сегодня не имеют отношения, не имеют доходов в валюте. Второй момент, который мы сегодня видим, и эта неделя очень четко продемонстрировала, друзья, что никакой национальной экономики у нас сегодня нет. То есть это надо просто взять и честно признать, потому что любые колебания нефти, мы сразу видели, как колеблется курс. Нефть взлетела на 5-6 долларов, тут же курсы валюты менялись. Нефть упала сегодня на 5-6 процентов, также упали. То есть говорит о том, что сегодня мы позорным образом, мы сегодня крайне привязаны к этой нефтяной игле, и никто ничего сегодня в этом плане ни сказать, ни сделать не может. Более того, Министерство финансов расписалось вообще сегодня в своей абсолютной ситуации, то, что оно не может влиять на ситуацию финансов в стране, отменили то, что бюджетным кодексом с таким трудом утверждали это финансовое планирование на 3 года. Соответственно, они это могли делать только, когда нефть только росла, и была там 110-120 долларов, все были довольны и счастливы, и они ввели в бюджетный кодекс, соответственно, положение о том, что идет планирование на 3 года бюджета, а что такое планирование? Это значит расходы, доходы могут каким-то образом планировать. И этот год, когда мы начинали, и мы с Алексеем с вами, вам это очень много говорили, что, друзья, весь бюджет рассчитан из расчета 90 долларов за баррель нефти, а 60, Набиулина сказала, что такой проект правительство даже не рассматривало. Это было начало года, друзья, это всего 9 месяцев назад. Сегодня они рассматривают оптимистичный сценарий. Оптимистичный – это 60 долларов за баррель, а пессимистичный уже 40. Так вот, то, что сегодня аналитика идет, уже сегодня Казахстан, который также сегодня, у него обвал национальной валюты, обвал рынка уже там приближающийся к 30 процентам, соответственно, уже рассматривает цену в 30 долларов за баррель, а Саудовская Аравия готовится, как тоже основной экспортер, готовится уже к 15 долларам. Добавляет, соответственно, для нашей российской, назовем ее так, экономики, то есть то, что сегодня просто сидит и сосет трубу, это будет полный крах. Поэтому это вот такой внешний взгляд, и я могу сказать, что если бы мы, друзья, с вами не занимались Skyway, если бы у нас не было с вами экономического ковчега и четко выстроенной стратегии понимания, что шаг за шагом мы будем делать, друзья, то я бы первый был в панике, я сказал, что все, друзья, максимум, что я рекомендую, хватай чемодан, и кто куда может, друзья, надо разбегаться. Потому что то, к чему сейчас это идет, 91-й год, это может показаться, ну, скажем, таким легким, а уже я не говорю, там, 98-й или 2008-й год. 91-й год, вы помните, это развал Советского Союза и полный крах советской экономической системы. Так вот, друзья, сегодня то, что мы с вами делаем и то, к чему мы сегодня подошли, сегодня есть водораздел. И фактически мы сейчас, и можно реально делить всех на тех, кто понимает, как дальше будет развиваться страна и за счет чего она будет развиваться, и тех, кто сегодня либо заинтересован в том, чтобы экономический коллапс и крах наступил, либо тот, кто не понимает, то есть, скажем так, просто дураки. Но, как и говорит народная пословица, как моя бабушка всегда, вся беда у нас, понимаете, от дураков и от маленьких. Вот поэтому, не знаю, такая вот поговорка была. Так вот, весь вопрос о том, что дурак – это хуже вредителя. То есть, если люди, которые сегодня сидят на должностях, которые должны и отвечают за стратегическое планирование, а они дальше собственного носа, то есть, цены на нефть, которая формируется не у нас в стране, они дальше не могут планировать, то можно сказать, что, друзья, эти люди явно занимаются не своим делом. А с учетом того, что, находясь на этих должностях, они делят огромные ресурсы, и так, как я уже не раз говорил, я сегодня все реже и реже встречаю чиновников, а все больше и больше встречаю бизнесменов, которые сидят на чиновниках и которые свои должности сегодня используют для того, чтобы заниматься собственным обогащением, то, друзья, я могу сказать, что фактически это вся система управления, которая сегодня построена только таким образом. И мы с вами на вебинарах анализировали, помните, выступление Путина перед Советом Федерации в прошлом году, когда он говорил о национальной инновационной технологии и инициативе, которая должна возникнуть и которая должна вывести страну, и после этого Академия наук с железной дорогой выдают абсолютно абсурдные предложения. Мы с вами видели выступление Путина перед Новым годом на конференции, когда он встречал и выступал. И я, Леша, если найдешь вчерашнее выступление Путина перед детьми, когда он в День знаний как раз сделал речь, я могу сказать, что я готов подписаться под каждым словом, который произнес вчера президент Путин. И о значении знаний, и о том, что наука дальше будет двигаться. У меня возникает только вопрос, друзья, а кроме слов, кроме деклараций, красивых, очень важных, правильных деклараций, хоть что-нибудь делается? Мы видели сейчас, что в Сочи Путин с Медведевым занимаются спортом, у них все хорошо, у них происходит там, так сказать, это полное единение. Просто мне весь вопрос, вы знаете, мое отношение к премьеру и президенту Медведеву, когда он был, то есть, когда он был премьером, я ему показывал технологии быстро возводимых домов, после чего закрылись там все заводы. Ему была продемонстрирована технология Skyway, после чего был ликвидирован. Вообще, все, за что Медведев не берется, и эти инновационные социальные проекты, которыми он занимался, и здравоохранение, образование, и там, жилье, и если кто-то скажет, что после этого где-то стало лучше, то я просто не поверю. Все, за что он берется, все ликвидируется, разваливается и уходит. Так вот, друзья, когда эти, соответственно, предложения, эти здравые мысли, которые выдает президент, начинает реализовывать вот такая команда, типа Аркаши Дворковича и Димы Медведева, то я могу, друзья, ничего хорошего верно в этом не будет, и в этом не будет, во всяком случае, я не поверю. Вот, знаете, тут уже в интернете идет очень такой интересный анекдот на эту тему, когда Медведев выступает перед студентами МГУ, он любит читать лекции, вот, и он очень уверенно рассказывает о том, что, друзья, цена 40 долларов за баррель нефти нас не пугает, у нас все хорошо, мы устойчиво развиваемся, мы накопили запас, потому 40 долларов мы будем жить хорошо, да и при 35 долларов, да и при 30, наверное, все будет хорошо, и мы будем жить достойно и хорошо. И тут из зала такой скромный голос, а мы при этом как будем жить? Поэтому, друзья, я могу сказать, что вот это сегодня показывает суть того, что происходит. Есть полное впечатление, что те, кто должен сегодня принимать решения и продвигать, они очень сильно оторваны от жизни, и у них даже при любой цене на ней, даже если она будет минус 10, у них все будет хорошо. Остается задать вопрос, а как же будет у нас? Так вот, это то, что касается макроэкономики, и, соответственно, это тот фон, который сегодня происходит. Поэтому, друзья, мы постоянно, то есть я не нагоняю никакой жути, я не рассказываю вам, как Миша Хазин или Миша Делягин там, или Глазев уже тоже перешел в эту категорию, которая говорит, что, ребята, все, полный крах, полный развал, и завтра, так сказать, будет чуть ли не военный коммунизм. Вот, поэтому, друзья, сложности идут. Та буря, экономическая буря, которая есть, она подходит. Сложности, которые нас всех будут касаться, они, к сожалению, к сожалению, очень серьезные. И это коснется каждого из нас, каждого. Вот, поэтому к этому надо готовиться. Но самое главное, что это надо воспринимать спокойно. На эту ситуацию, друзья, мы не можем повлиять. Она формируется вне зависимости от нас, и нашего влияния на этого, даже общего, если мы все объединимся, не можем. А вот, друзья, сделать выход из этой ситуации, создать систему, которая будет этому противостоять, и которая потом может подхватить и вынести эту ситуацию, то есть систему экономики SkyWay, Transnet и нового евразийского пространства, вот это, друзья, в наших силах. Но здесь я, опять же, могу сказать, друзья, мы это с вами и делаем. И поэтому очень важно понимать, что какие бы сегодня внешние факторы, внешние вызовы не проходили, самое главное, что мы, друзья, знаем, что делать, и мы знаем, как выходить. И, в принципе, вот то, что сегодня, вот, там, сейчас цитирую Путина, и статья, которая сейчас будет, ну, самое вчерашнее интервью, вот, то есть, опять же, говорит, что мы сегодня знаем практические шаги, как делать, что делать, куда двигаться, и, соответственно, как из этого, из этой ситуации выходить, как запускать наш экономический ковчег. Ну, вот, друзья, я сейчас передам слово, как всегда, мы ведем вдвоем с Алексеем Суходоевым. Вот, значит, Алексей с нами сегодня еще будет на вебинаре, не знаю, в 20 часов будет, не будет, он у нас отпросился в отпуск на целую неделю, вот, поэтому на следующей неделе я буду один. Ну, вот, я думаю, что мы либо с Армандом, либо с Игорем Романенко тоже вдвоем будем проводить вебинар. Вот, Алексей, тогда тебе слово, а в конце я еще тогда по адресным проектам, по той концепции, которую мы сегодня выстраиваем, и, соответственно, по той энергии, которую мы должны сегодня направить, то есть, общее устремление на то, чтобы проект двигался как можно быстрее и как можно серьезнее. Так, Алексей, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Собственно, вот, хотел бы до вас донести следующую очень интересную информацию по поводу использования, информирования о развертывании стратегии на 180 градусов, даже на 360, я бы сказал. То есть, я сейчас очень много общаюсь, подключают меня партнеры на трехсторонние звонки, ну, когда можно за несколько минут, так скажем, сделать нашим сподвижником человека. И я пользуюсь вот каким аргументом. Не то, что пользуюсь, это чистая правда. На самом деле, достаточно человеку объяснить то, не нужно историю рассказывать, что 35 лет развивается технология. Это интересно, но сейчас это мало кому интересно. Людей интересует, как они будут спасать свои сбережения. И очень интересная статья, вот тут тоже в чате сбросили, что в октябре может начаться серьезная веселуха из-за тайного заседания в апреле. Именно вот то, что может быть, возможно, произойдет отмена бумажных долларов. Но слухи слухами, но произойти может все, что угодно. И факт остается фактом, что деньги могут просто сгореть. Более того, об этом сейчас уже задумываются и крупные чиновники, олигархи, и непосредственно, кто в окружении находится, в том числе наших крупных инвесторов. Ту же самую Австралию это не обойдет страной. Не обойдет страной никого вообще. И людей интересует, как вообще сохранить свои сбережения, если они в любом случае сгорят. И когда я рассказываю то, что мы нащупали ту концепцию, которую не сможет сломить транснациональная та или иная корпорация, она более того не будет заинтересована этот ломать, потому что это совершенно иная концепция, сфера, так скажем, развлекательная, транспортная, но не совсем транспортная, а более туристическая развлекательная фитнес-сфера. И с помощью этой сферы, кто-то на вебинарах говорил, что вот это игрушки, смарт-кары, которые придумали, вот, пожалуйста, так, почему-то не включается. Чуть попозже тогда я картинку включу, потому что нужно будет перезагрузить вебинар. Что это игрушка, те велокары, те какары, которые вы придумали, но эта игрушка спасет вообще вот ковчег экономический, потому что мало забраться на борт экономического ковчега, и более того, это провозглашает все бизнес-тренеры, можете почитать 7 навыков высокоэффективных людей Стивена Кови, в основном навык он описал, как именно затачивание пилы, так называемой. И мало того, забраться на этот ковчег, то есть понять способ, как выйти. Нужно плыть по нужному курсу, а не на избег. И сейчас мы этот ковчег развернули, то есть он идет в правильном направлении, в правильном русле, на то это и департамент планирования и стратегического развития. И этот курс постоянно будем корректировать, потому что сейчас нужно настолько грамотно в эту нишу, чтобы она оказалась а. трендом, б. чтобы она выводила нас на самоокупаемость очень быстро, и с. чтобы это нужно было всем, чтобы, соответственно, потом пошла бы сеть. Этим же пользуются сети розничные, оптовые, этим же Apple, сформировав капитализацию 750 миллиардов. Но у них нет сети. У них есть потребители, но у них сети нет. То есть потребители от сети отличаются тем, что сеть – это именно сформированная общность людей, объединенная единой целью, единой идеей, то есть движущаяся по одному направлению. И потребители именно электронных приборов, смартфонов и так далее, они отличаются от тех 150 тысяч людей, которые у нас зарегистрированы уже, я думаю, больше. Потому что сейчас я начал наблюдать то, что и меня действительно радует этот факт, потому что сейчас, ну, честно говоря, так скажем, на бегу уже приходится рекрутировать людей, но общаться, заниматься и так вот как бы размусоливать, как я раньше это делал на первых стадиях, к сожалению, времени нет. И сейчас меня очень радует, что просыпаются люди, те, которым ранее я эту идею доносил, и пускай через год, время каждого придет абсолютно, но люди осознают, что они потеряли год, сейчас вот уже прошло полтора года, и они потеряли полтора года, ну, год, кто-то год, именно в развитии в нашем проекте. Потому что сейчас, общаясь также со своими сверстниками, знакомыми, друзьями, многие теряют работу, то есть кто-то на заводе работает, заводы сокращают сферы, многие очень сильно страдают, это только начало. И не важно, допустим, какая валюта вообще будет, доллар или не доллар. Вот у меня одна из визуализаций, так скажем, ну, я визуализирую до 40 лет, есть определенная цель, в том числе, так как нужно задавать определенную сумму денег, материальную, я ее задаю, и рекомендую вам всем, кстати, так делать, когда вы задаете цель, вот это я подкорректировал, так скажем, в свете экономических событий, задавайте ее по курсу, ну, выберите, курс я выбрал 63 рубля, и это будет в актуальной на тот момент денежной единице. Какая это будет актуальная на тот момент денежная единица, никто не знает. Но одно я могу сказать, если бизнес действительно рабочий, если он приносит прибыль и капитализацию, если это не пустышка, не фантик, если это не просто голый стартап, а именно с будущей капитализации, желательно с капитализацией по сети, как у нас, собственно, и будет, то это, я могу сказать, преодолеет многие кризисы, и не один, так скажем. То есть тут не важно, именно какая валюта будет. Важно запустить этот бизнес, и более того, когда все будет сгорать, это будет сгорать не только у людей, кто ниже среднего живет, естественно, это начнется с малозащищенных слоев населения. Но переместиться, это как, знаете, как я переживал за свою жизнь такие истории, создания, когда работал на наемной работе, и у меня была такая иллюзия. Я работал в маркетинге, то есть продакт менеджером, метил начальники, меня с распростертыми объятиями ждали за границей иностранцы. Вот это я рассказываю, что модель современного вообще ситуации. И мне казалось, что меня это не коснется вообще, никакая волна сокращений, потому что будут сокращать рабочий персонал, инженеров максимум, но маркетинги, и тем более руководители подразделения, это никак не коснется. А нет, коснулось. И каково было удивление, что действительно коснулось. И такая же участие ожидает и крупных инвесторов, и куда им выгоднее будет инвестировать. Им будет выгоднее инвестировать в те направления, которые прибыльны. То есть вот если говорить про именно частное инвестирование, такую финансовую грамотность, даже эта грамотность может быть именно сформирована специалистами, то, соответственно, могу пример привести Романа Абрамовича. Он инвестировал, одна из крайних инвестиций у него была в аккумуляторы. Я не знаю, они запустятся или нет, но по моим ощущениям, теоретически они могут запуститься. Смысл в том, что аккумулятор мобильного устройства заряжается всего за минуту. Максимум за минуту. Представляете, как это может взорвать рынок? То есть испытания уже пройдены, там используются цепочки по биотехнологиям и так далее. И испытания пройдены, это иностранная компания, и, скорее всего, это выйдет в производство. Вот это один из трендов. Такой же тренд нащупал, ну, Сергей Анатольевич расскажет уже подробнее, это Стив Джобс нащупал. Такой же тренд нащупал Марк Цукерберг. То есть он был одним из первых людей, кто объединил в виртуальном пространстве только-только появился интернет, и Марк Цукерберг уже воплотил сеть в виртуальном пространстве. Только вот виртуальное пространство вышло в свет, и Марк Цукерберг, это стратегия Цукерберга, кстати, стратегия Facebook. То есть есть стратегия Джобса, есть стратегия Форда, которую мы доносили, и есть стратегия Марка Цукерберга. Его стратегия заключается в том, что он объединил именно группу людей и далее сформировал, я считаю, у него сетевой бизнес. И сейчас он добавил щепоточку, так скажем, рекламы и зарабатывает очень неплохие деньги, в том числе на добавление вот этой специи в виде рекламы. И он ее добавил только, когда рынок уже принимает, когда понятно, что реклама не будет никого раздражать, более того, уже определенные ниши создались, которые уже эту рекламу будут принимать и покупать. И таким же образом мы создаем нишу на сегодняшний день. Это спортивно-развлекательный фитнес, именно сфера. И что касается, да, вот спрашивают про Челябинский проект, на самом деле я хочу сказать, что Челябинский проект, как возник Челябинский проект. Он возник, потому что, а, у нас есть сеть, и именно такой вот потенциал к будущему росту. Ну, скажу честно, что в Челябинске сильно мы пока не развертываемся, потому что развертываться я рекомендовал бы именно, когда вы можете вертеться вокруг какого-либо адресного проекта. Соответственно, информирование, соцопросы можно будет делать по факту, и это будет интересовать конкретных граждан конкретного региона. Не то, что, хотя это очень важно, и я понимаю важность, но новичок, которого вы будете оповещать об этом, ему будет без разницы вначале, что что-то там происходит в Минске. И это я сейчас осознаю, сбрасывая новость стройки. Если человек не понимает, как это принесет ему прибыль, если он не понимает, как это будет реализовано конкретно в его регионе, то, скорее всего, он будет долго разбираться и далеко не сразу примкнет к нашему проекту. Нам нужно, чтобы максимально быстро, потому что времени действительно остается мало, с каждым днем, все меньше и меньше. Я говорю не про демонстрацию, сертификацию, она произойдет. времени именно в свете вот этих соседних макроэкономических событий. И по проекту «Поехали» у нас есть лоббист, то есть это Станислав, я думаю, когда проект этот уже начнет бурно реализовываться, он начнет бурно реализовываться, как только нам скажут конкретно, а мы не можем, если нам не скажут пока конкретно «Да», ребята, все хорошо, реализуйте этот проект, он будет идти наперекор стратегии администрации, стратегии города, а наша стратегия заключается в том, чтобы не конкурировать. То есть добавлю такой вот в наш слоган, мы объединяем мир, точка, без конкуренции и борьбы. То есть максимально гладко наша цель войти в нишу, как транспортную, так и любую другую, которую мы будем создавать, потому что от технологии «Скайвей», от направления «Струн» и «Транснет», как единой энергетической, коммуникационной и даже социальной сети, ну и, естественно, транспортной сети, будет выходить огромное количество ниш и направлений, которые сейчас додумываем, и «Арманд» активно подключился именно вот к стратегическому развитию. И, соответственно, будем выдавать уже, когда это будет готово, согласовано. Соответственно, сейчас уровень переговоров по проекту «Поехали», я буду говорить всегда это открыто, находится на стадии утверждения, то есть министр по экономике с ней была проведена встреча, мне в этой встрече участие принимать не нужно было, то есть это таких кулуарных, так вот скажем, набегу, потому что у Станислава тоже свои дела, но он заразился в положительном плане нашим проектом и готов его лоббировать, двигать, причем пока что даже непонятно на каких началах, сейчас он двигает на добрых началах и связывает нас с нужными людьми. И, соответственно, сейчас уже пошла информация в агентство инвестиционного развития города Челябинска, там тоже сказали «да», но пока что никто не подписывается. И сейчас уже вырисовываются конкретные контактные лица, без Стаса мы бы это не сделали, то есть мы бы с Григорием Михайловичем тыкались бы, мыкались, и я рекомендую всем не делать, если у вас нет связи, то есть лучше в каком-то соседнем городе и так далее, может быть даже регионе, области, может быть даже просто стране, что касается зарубежных стран, потому что сейчас с проектом поехали, параллельно у нас двигается, Владимир Маслов двигает Smart City в Таллине, Armand, естественно, по Лондону, то есть сейчас как стратегия развернута, по Украине параллельно, и сейчас покажет время, как проект выстрелит первым. Нам нужно, чтобы это просто пошло, потому что когда это выйдет на рынок, то все проекты, которые мы будем инциировать, но, повторяя, при связи, то есть если не будет связи, если не будет лоббирования, если не будет всего двух условий, то есть это связи и лоббирование, связи с властями, с администрацией, наперекор мы им не можем идти, и возможность построения сети при наличии, да, этому адресному проекту и при выводу его в сеть, если будет формироваться сеть, соответственно, не нужно питать себя иллюзиями, что будут приходить крупные инвестиции и так далее. Крупные инвестиции придут, но, возможно, они придут на стадии, когда будет модель 1 к 10 ездить, это все договора, которые уже проработаны, их форма, все понятно, это третий этап примерно. Вначале это аван проект, презентацию коммерческого предложения мы делаем сами своими силами, то есть все материалы уже есть, потом аван проект, создание предпроектной документации и параллельно также создание модели 1 к 10. Когда модель 1 к 10 создана, то можно сделать открытые или закрытые для света региона, те, кто могут войти с крупными инвестициями, презентацию технологии и, несмотря на то, что на первых стадиях уже будет показана окупаемость примерная, потому что мы будем рассчитывать по билету, а помимо окупаемости билета тут будет еще масса факторов от рынка именно сферы отдыха, которую мы создаем, до продажи просто сувениров. То есть кому-то кажется, если что просто так продают в парках развлечения мировых в Диснейленде, в Вальтон Тауэре, в Великобританском, то глубоко ошибается, потому что там огромный поток денег идет за счет продажи сувениров. И есть магнаты определенные, которые на туристах именно построили свой бизнес и держат все вот эти сувенирные лавки в современных столицах Европы. Они приносят очень хорошие деньги, это тоже направление именно развлекательной сферы бизнеса. Ну вот, собственно, так вкратце. По проекту «Поехали» есть у нас активисты. На время моего отсутствия и именно в Челябинске будет продолжаться развитие этого проекта, но параллельно уже движется по многим странам. Так как наша технология не требует сертификации, это аттракцион, по сути, то мы можем выйти и выйдем на стройку еще до осени 2016 года. Естественно, при должном финансировании, при интересе именно краудинвестинговой платформы нашей, который уже составляет 150 тысяч людей и даже более на сегодняшний день. Вот, собственно, таким образом, вкратце, мой именно взгляд, видение. Сергей Анатольевич, Вам слово. Благодарю за внимание. Спасибо, Алексей. Он сегодня ночью улетает и, соответственно, у него будет такое очень важное задание от компании, пока он будет лететь. Нам тут, как всегда, надо очень срочно написать, опять, как всегда, стратегический документ. Сейчас мы его готовим, пока он будет лететь, в самолете там часов 15, соответственно, у него будет время, чтобы хорошо все подумать и хорошо написать, для того, чтобы мы дальше двигались. Поэтому, видите, у нас отдыха нет даже ни в отпуске, ни в полете, когда что-то двигаешься. Ну, в принципе, в наше время то, что сейчас происходит по-другому, друзья, быть и не может, и не должно, потому что не то время сейчас, чтобы даже, казалось бы, на отдыхе или даже, казалось бы, в переходах, чтобы работа останавливалась. А благодаря информационной сейчас сфере, вот я тоже, когда летел, отпуск тоже, пересадку делал в Вене, у меня получилась несостыковка там. Я почти 7 часов в аэропорту в Вене проторчал. И я могу сказать, что благодаря интернету, то, что мы работали, то есть у меня там через где-то 6 часов просто стал садиться телефон, потому что работал бесперерывно, и компьютер. Но там все организовано, то есть там есть места, где включаешься, под зарядку, так сказать. Поэтому я могу сказать, что для меня там 7 часов пролетело просто вот как один миг, потому что, когда работаешь, у времени просто не существует. И по сути дела, какая разница, где ты находишься у себя в кабинете, в аэропорту в Вене, где оборудованы места, где можно спокойно работать. Или там едешь еще, сидишь в самолете, который тоже с интернета. Вот. Поэтому, друзья, вот то, что сейчас по адресным проектам, вот мы сейчас заговорили, и проект «Поехали в Челябинске», который именно натолкнул нас вообще на вот эту новую стратегию легкого струнного транспорта, который открывает новую нишу. Мы сейчас это подвели к тому, что мы создаем вообще новую индустрию, которая связана с досугом, с проведением, то есть это фитнес-досуг, то есть это велодорожки, где люди могут спокойно заниматься спортом, то есть велосипедом. Причем, я могу сказать по опыту, сегодня на велосипеде хотели бы ездить 90% людей, но из-за того, что нет инфраструктуры, то есть, во-первых, это опасный вид транспорта, потому что неподготовленная система, и можно столкнуться на перекрестках с автомобилем, можно просто между собой, то есть весьма травмоопасно, во-вторых, все-таки Россия, да и вообще евразийская зона довольно-таки холодное время, и вот так вот комфортно ездить на велосипеде можно, ну, 2-3 месяца в году, и то, если нет дождя, нет ветра, нет града и так далее. Мы же создаем сегодня круглогодичную систему, на которой можно перемещаться со скоростью 100 км в час, при этом это абсолютно комфортно, это и с кондиционером, и с отоплением, то есть если это в холодный лежак, это с кислородными насосами, когда вы дышите кислородом, там, с фитнес, с всевозможными функциями, которые есть, то есть это новая индустрия, и, соответственно, сегодня это новая ниша, которой не существует, и, соответственно, новый транспорт, новая система, она позволяет эту нишу создать, а эта ниша не на 1 миллиард долларов, соответственно, мы сегодня эту нишу увидели, мы ее сейчас создаем, и мы ее занимаем, соответственно, сегодня мы активнейшим работаем в этом направлении. Второй вопрос, это все, что связано с путешествиями, все, что связано с городским туризмом, то есть все, что связано с ландшафтным туризмом, когда можно то же самое, мы сегодня это создаем, делаем, и еще ряд направлений, которые мы сегодня разрабатываем, делаем, это все позволяет сделать именно технология. И мы сегодня это прорабатываем, делаем, и у нас возникает огромное количество людей, уже, как я говорил, инвесторов, которые готовы входить именно в эти адресные проекты, адресные компании, которые будут именно в... И, соответственно, любое финансирование в Skyway, это всегда инвестиция в корневую технологию. Соответственно, это все развитие проекта. И поэтому мы сегодня идем абсолютно в разных направлениях, и будут еще возникать и новые проекты, и направления, и так далее. То есть, следующее, то, что мы отрабатываем, это освоение труднодоступных месторождений, это болото, это Томская область, Восточная и Западная Сибирь, это Вечная Мерзлота, это Тамторское и Попегайское месторождение, еще очень, там, Бокчарское месторождение, это горно-рудные соответственно месторождения, то есть туда, куда не может прийти. Это тоже все то, что сегодня дает технологии, мы все это будем отрабатывать. Делать, привлекать заказчиков, все это возможно только после того, как на Марьиной горке, как на полигоне будет это продемонстрировано, сделано, а это, друзья, без соответственно нашего с вами участия реализовываться не может. Будут приходить инвесторы и заказчики только тогда, когда будет продемонстрировано. Соответственно, вот этот основной риск, он лежит на нас с вами, но, опять же, друзья, это абсолютно справедливое, правильное решение, что мы с вами и тот, кто приходит в инвестпроводящую систему, в нашу, кто участвует в проекте, он инвестирует небольшими и не критическими для себя суммами. Соответственно, это инвестиции, которые подъемными для каждого человека, человек, который рискует и знает, чем он рискует, это для каждого разная сумма. То есть, я говорю, у меня крупное общение, это от 100 долларов, я знаю люди, которые инвестируют до 100 тысяч фунтов, на которых тоже это незначимая сумма, то есть, которые тоже могут спокойно рискнуть такими деньгами. И вот, соответственно, благодаря этой работе мы движемся и делаем и когда это продемонстрировано, сделано и, соответственно, запущено, вот тогда, конечно, хлынет поток уже инвесторов, которые будут участвовать и изъявят желание участвовать в высокодоходном, инновационном новом бизнесе. Вот так вот, и это, друзья, без нас с вами так, Пятигорску такой проект нужен и кислот. Друзья, дело в том, что вообще по Северному Кавказу мы сейчас готовим большой-большой проект, у этого проекта есть куратор, вот, соответственно, это тоже молодой парень, очень талантливый, и прям буквально, наверное, в течение месяца, максимум полутора по всему Северному Кавказу мы будем рассматривать, и прям один очень интересный проект обязательно. Алексей, тогда пометь, вот, кого уже, или кто сейчас будет включаться в адресные проекты, то есть, когда у вас будут предложения, пока пишите на почту и на скайп Алексею Суходоеву, а сейчас у нас создан специальный чат по адресным проектам, поэтому, когда вы будете подключаться к этому проекту, соответственно, мы вас будем включать в этот чат, где уже идет активное обсуждение, куда включаются те люди, которые уже могут что-то привнести в проект, в логику адреса проектов. Так вот, как раз по Северному Кавказу есть большая заинтересованность со стороны Северо-Кавказских республик, там ряд лидеров, которые готовы и продвигать, и финансировать такие направления, поэтому это, друзья, тоже очень активно движется и очень активно развивается. Вот, поэтому, друзья, в конце, как всегда, я бы хотел сейчас акцентировать внимание первое на форуме, который мы сегодня готовим, и который будет крайне важным с участием Антона Даша Юникова и представителей КБ и всех компаний, которые работают в проекте Skyway. Соответственно, второй момент, это то, что мы сегодня готовим, и при запуске адресных проектов мы сегодня именно ориентируемся на тех людей, которые могут привнести сегодня не только деньги, а могут привнести свои связи, могут привнести свое лоббирование, именно в хорошем смысле этого слова, продвижение, активизацию для создания и запуска адресных проектов. Мы тоже сегодня все это аккумулируем, делаем, потому что это уже направление, ну, скажем так, инвестирования, потому что инвестировать свое время и энергию связи, это тоже очень серьезные инвестиции. И сегодня, когда мы делаем синергию, соответственно, всех усилий, которые могут быть и финансовых, и организационных, и просто участие большого количества людей в проекте, это сегодня может давать эффект только, когда оно канализировано, когда оно направлено на решение одной задачи. Третий момент, очень важный сегодня, что мы где-то к концу сентября будем делать уже целенаправленную такую акцию по финансированию адресного проекта, и, как мы уже говорили, это первый экзамен для нашей инвестпроводящей системы, когда мы должны поставить планку и, соответственно, объявить о том, что мы сейчас делаем именно целевое финансирование для конкретного адресного проекта, и, соответственно, мы абсолютно уверены, ну, скажем, сначала рассчитываем и уверены в том, что наша система, наше сообщество, наша группа, которую объединяет общей идеологией SkyWay, мы сможем запустить такой адресный проект, который станет локомотивом, и, соответственно, наша задача единовременно собрать и инвестировать в проект где-то около 4 миллионов долларов. Соответственно, вот мы сейчас к этому готовимся, мы проведем всю работу, и это задача, которую надо ставить и которую надо, соответственно, реализовать. Это тоже будет очень важный момент, и как раз, друзья, вот это и будет проявляться и сила именно нашего сообщества в том, что мы можем ставить и решать такие задачи. Ну вот, друзья, давайте на этом тогда на сегодняшний момент будем заканчивать наш вебинар. Я рад, что вы с нами, я рад, что вы работаете в проекте SkyWay. Соответственно, Transnet Group – это то, что сегодня объединяет разные проекты именно с использованием технологии SkyWay, именно с продвижением адресных проектов. Мы перед собой ставим цели и задачи, мы объединяем мир, как Алексей уже добавил, без конкуренции и конфронтации, соответственно, чтобы это все было мирно и по взаимному, скажем так, согласию и взаимному такому уважению. Соответственно, объединять наша работа – это для каждого директора, кто работает сегодня, это очень важный вопрос. Ну и исходя из того, что сегодня, как мы видим, вот эта вот буря, вот эта экономическая неопределенность, а еще точнее сказать, что тот, ну скажем так, огромные сложности, которые сегодня подходят, то они ничего другого не оставляют. Видите, у нас несколько меняется подход к тому, что мы раньше говорили, «строй SkyWay, спасай Россию». Сначала «строй SkyWay» – это было как лодунг, как Миша Калантаров вел, это как определенный такой слоган о том, что мы с вами делаем. Потом это должно стало очевидным для всех, а сегодня мы уже подходим к тому, что, друзья, а другой альтернативы, в общем-то, нет и, скорее всего, уже не будет. Поэтому то, что мы сегодня подошли, это инновация шестого технологического уклада, то, чем мы с вами занимаемся, это технологический, инновационный, скажем так, локомотив, который сегодня будет двигать, это то, что мы с вами создаем. И альтернативы к этому, друзья, к сожалению, для нас с вами, наверное, к радости сегодня уже нет и не будет. Поэтому строй SkyWay и мы объединяем мир, поэтому это очень важный сегодня момент. Поэтому давайте, кто будет в 20 часов с нами на вебинаре до 20 часов, для всех остальных, особенно Сибирь и Дальний Восток, это всем удачи, всем активной работы, потому что, друзья, мы сегодня должны постоянно привлекать новых участников для того, чтобы наш проект шел именно с точки зрения продвижения информации. Не важно, сколько инвестиций сейчас будут привлекать те люди или инвестировать те люди, которые сегодня узнали о проекте. Инвестность становится со временем, когда приходит уверенность в том, что мы делаем правильное дело. Я думаю, что здесь, я даже не буду задавать этого вопроса, я абсолютно уверен, что те, кто приходят, тратят время, интересуются проектом, они абсолютно уверены, что мы с вами делаем нужное время, нужное дело, и это очень важное дело. Для многих это становится делом жизни, делом сегодня приложения всей энергии. Поэтому самое главное, что вы это осознаете, и это надо передавать другим. И это должна стать абсолютно для всех истина, которая сегодня идет, которую мы несем, которая все больше и больше соответственно завоевывает людей, умов, ну и как всего остального, дает нам возможность двигаться дальше. Поэтому, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Строй SkyWay, спасай Россию, мы объединяем мир. Всего доброго.